сейчас меня будут крыжить повторно у вас машинка одна из самых получается прогрессивных эта компания маузер это немецкая компания она ведущая по машинкам не только бытовым но и профессиональным у меня тоже есть маузер вот у них очень хорошая сталь как часто нужно смазывать эту машинку специально за машинку нужно ухаживать непременно после каждого использования потому что попадает микро волос волосы и сначала нужно почистить щеткой я думаю что она должна прилагаться там есть еще да у вас и наборе даже осуществить покажу при помощи вот она вот она при помощи которой нам нужно очистить самый дорогой механизм самый дорогой это возле это это именно сталь из которой сделана эта машинка поэтому сначала мы очищаем еще вот уже даже написано made in jomani и дальше мы берем масло после каждого использования и вот таким образом наносим капель на масло потом в каждом две капли вот туда и потом мы включаем полотна чтобы это попало вовнутрь и все после этого ваша чистая машинка вот она лежит и не ржавеется и ничего не произойдет в среднем машинка служит при хорошем использовании 10 лет хору при хорошем правильном ухо она служит довольно долго и не стираются шлицы вот сама стали спасибо ирина ну продолжим ирина а зачем вот нужен мы мыть голову скажи пожалуйста мощного нет дело в том что на волосах уже сальные железы работали и на волосах есть остатки выделения сальных желез и если это инстру у меня дорогие инструменты они от этого ступятся и делать некачественный срез то есть это очень плохо для именно для инструментов когда делаем стрижку ножницами то там внутри у нас внутри есть такие звернистые цистиновые связи когда моем волосы они слегка сначала набухают потом при когда высыхают они приобретают определенную форму так вот и считается что уже качественность стрижки не получится если они снова должны разбухнуть и уже после стрижки принять то положение которое мы будем наносить в течение двух-трех недель блин а на свете то реально хорошо жить ну конечно лучше быть здоровым и богатым чем бедным и больным говоря о том что некогда там еще что там вот я буквально сейчас утром у меня была встреча и я свой завтрак провела к хмели-сенели это не так дорого но такого эстетического и наслаждения наслаждения и вибрационного вот там прям все настолько располагается настолько офигительно те же блинчики сонгой с утра и все и праздник ирина что это за препарат который сейчас мой голос я сейчас в мой глубоко очищающим очищающим название какой колония он нейтральный фаш фаш где то 5 и 8 печь 5 и 8 и 8 и сейчас буду наносить кондиционер офигенный кондиционер который лошадиные сиси нет 98 процентов органика Ну-ка, бренд покажи-ка вот сюда. Бренд называется Inside. Маленькая. Какая у меня волосатая. Так, а это сейчас был кондиционер. А теперь будет что? А теперь сама собственность. А шампунь? Так это шампунь или кондиционер? Сначала был глубоко очищающий шампунь, а потом был кондиционер, который закрыл наши все чешуйки и ухаживал за кожей и за волосами. Отлично. Вот так вот за рептилиями ухаживать. Так, поехали. Первое, что мы делаем, это мы берем насадку номер 3. На ней внутри должно быть написано цифра 3. Это говорит о том, что сколько миллиметров мы с ними подготовили. Дальше. Мы должны убрать волосы, выделить на две зоны. Вот эта зона, вот эта нижняя, она называется зона подковы. Здесь волосы, у нас у человека, все математика, у нас есть наивысшая точка головы. Она определяется вот таким образом. С этой точки волосы растут под естественным притяжением земли, вот, как бы обертывающе. И поэтому вот эту часть мы убираем. Вот. Она вниз не растет. Макушку убираем. Вот. Очень просто выделять. То есть, ты берешь вот эту вот обушку, вот так нажимаешь и выделяешь. И у тебя получается такой пробор. Вот, посмотрите, видишь, здесь все волосы растут вниз. Вот. Вот здесь по вот этим выемкам тоже видно, что именно с этого они растут на височно-боковую зону. Потрогай, потрогай. Потрогай, потрогай. Потрогай. Вот. Чтобы нас дальше. Дальше мы берем машинку и посмотри, мы все время работаем везде с плоскостями. Твоя задача не пойти по форме головы, а вот просто вводить флопис. Чтобы твои вот эти вот зубчики смотрели ровно параллельно потолку. Не вот так, не вот так, а вот плоскость. И вот таким образом. Я ничего не трогала живыми. Вырвало у меня пол виска. Издевается. Прости меня, пожалуйста. Вот, смотри. Голова должна быть. До конца вот до этого пробора? Да. Можно помогать решевку. А можно не помогать, если волосы... Да. Если ты уйдешь сюда, будет закругленность. И ты срежешь, и он будет очень смешно. То есть уши можно смело в ту или иную часть прям убирать, и сюда прям заходить, и снова выводить вот так. Ну и все. Видишь? Ага. Все зубчики. Все туда. Параллельно. Да. Мастер-класс для клиентов я еще не проводила. Мы же вип-клиентов верим. Вот когда ты уже вип-то стал? Здрасте. Прям сравниваю. Породился уже вип. Каждый человек, который попадает в мое поле, он особенно дорог. И из них не вырвется потом. Ром. Ты сейчас представил такое какое-то. Вот прям можно не бояться почищать. Ром, она выдергивает. Хорошо. Дальше. Мыс. Так, у нас тут нету этого. Мельче. Тетю, какая маленькая. Что там, единичка-двойка есть? Да? Есть мельче, конечно. Вот. О, вот один. Да, меньше нету. Нет? Ну и не надо. То есть мы одеваем ее. У меня просто на этом моменте переключается сама машинка. О, вот. И теперь наша задача подчистить вот эти вот, вот эти зоны не на нижние боковые, вот здесь. Смотри, прям ушную раковину оттягиваешь, не бойся. И прям подчищаешь. Но видишь все равно в плоскости. То есть не закруглят. Можно так же вот так вот. Потом чувствую, вы станете барбером. Барбером, да. Все. Все, короче. Снимай, снимай. Давай, снимай. Я не могу одной рукой ребенка держать это самое. Все. Ништя. Все. Вот смотри. Вот. Вот просто подчищаем вот такими движениями. Вот. То есть я снимаю на ней. Очень плавно здесь не будет никаких переходов. Даже не бойся, когда ты работаешь с машинками. Вот. Теперь мы снимаем и эту. И теперь наша задача убрать весь пушковый волос. Вот. Смотри. Давай я тебя покручу. Смотри, смотри. Вот. То есть вот прям не боишься вот так снимаешь весь пушковый волос. А степень нажатия не сильная? Нет. Такое очень слабое. Очень важно уши проверить. Потому что у мужчин очень часто на ушных раковинах растут волосы и именно они дают неухоженность. И прям вот не боишься прям вот так прям донизу. Потому что у мужчин волосы растут прям из-под... До пояса. Ну да. Вот вот волосы. Вот там торчат они. Вот. Либо ножничка. Ну это у меня есть там три носа. Короче. Я рассказываю тебе. Так как положено. У мужчин должны волосы быть везде удалены. Все. Я сняла на верх. И теперь наша задача только растушевать. Заводим расчесочку. Накладываем на той стороне. Ножницы. И точно так же вот не захлапывая эти. Вообще конечно лучше бы если бы у тебя не прямые ножницы были, а филировочные. Потому что этими можно дырок наделать. Если у тебя нет навыка. А филировочными ножницами там невозможно промахнуться. Покажи. Ну вот смотри. То есть. Даже если ты не умеешь, ты все равно сфилируешь. Потому что и отрастать они будут лучше, чем если прямыми ножницами. Потому что я не думаю, что без навыка ты сможешь растушевать прямыми ножницами. Это серьезный переход. Это очень, да. Сейчас же их и купим. Они недорогие же тоже. Квалификат самому. Да даже не надо такие дорогие брать. Ну короче говоря, сейчас пойдем походу там магазин есть. Вот видишь. Раз, раз, раз. Даже если ты зайдешь и что-то лишнее снимешь. Ничего страшного. Ничего страшного. Понимаешь? Самое главное. Я пока не пойму отсюда там как-то. Самое главное не захлапывая эти ножницы. Вот смотри, видишь какое у меня движение? Вот такое. Не вот так, а вот так. Ты вот сюда показывай тоже. Вот так. Да. Не захлапывающее, а вот такое. А, не до конца, да? Не до конца. Да, прикусываю. Это называется тушевка. Ну ресурсочка такая. Ну то есть переход, да? Да, вот мы почищаем переход. И расческу тоже вывожу. То есть не закругляю, а вывожу параллельно зубчики, чтобы были по толку. Хорошо тебе сделала, да? Угу. Он вынудрял собака, кстати. Рубу машинка делала. Я ему... Ну, когда человек сам к себе припыкает, он может. Ну я сзади не могу так сделать. Я так слепую. Получается, я по-своему сзади, а он по-своему. Мы ему слишком делали вот такое, с ракетом. Ты чуть выше начала брать, да? Нет, я просто вывожу. Все. Теперь я беру. Главное запомнить. Прямые ножницы. А, прямые. На мочу? Угу. Угу. Я все вверх не знала, как ножницы не стричь. Делала, как дедушке. Слегка отрезала. Все отлично. Ой, как красиво. Можно сделать очень просто. То есть отделить вот такую, сделать горизонтальную линию. Угу. Смотри. Вот так здесь. Вот так здесь. Вот так здесь. Смотри. И вот таким скользящим срезом. Срезать. Чтобы потом не фиорировать. Все. Потом можно прям взять по центру крупную-крупную прядь. А, ну я вот так и делала. И соединить ее на удлинение, чтобы челка была. Если челке не нужно, только тогда по форме головы. Вот здесь по центру прямо должно быть или вот прямо? Если у нас одно удлинение челка, то у нас линия должна выходить сюда. То есть тянуть нужно туда. Угу. Если нам не нужна, то просто по форме головы идем. Угу. На все. Ура. 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 здесь держишь а клиент не почувствуешь не почувствовать самое главное здесь хорошенько придерживать то что я немножко выше это выше выше называется но зато будет более экологично отрастать но не будет бум даже если не пострижешь что они такие будут я делаю бритвы бритвы да и причем какой-то такой неровная неровная кромка у нас можно смотри чем у мужчин всегда вот здесь скопление волос больше чем здесь ее надо слегка растушевать то есть заводишь ножницы и прям вот так полотно закрываешь вот так тем самым растушев либо вот так скользящим срезом стрижка закончен но теперь мой кумир это в марк антони все таки не юлий цезарь уже оскомину набил всех от марк антони так он же ту же склеопатры там конечно цезарь в кенте одно время древний рим это всегда так романтично и люди ходят на трининги избавляются от этих зажатости вот а тут вот прям сплошной этот как-то 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 каким-то значимым и можно немножечко пасты для того чтобы выйдет это просто паста она матовая мужчины не любят паста что такое паста это между гелью так называется в магазине паста да все но марк антоний спасибо какой был вот этот с чем-то меня покрасила вот сама технология что это сначала это было сначала это было осветляющий порошок а потом я просто затонировала р O MSIHAII вот это осветляющий паста O MSIHAII вот так он выглядит это пара O это уже с начала почему-то ты делала да? или фото это или потом? нет сначала а наносишь каким образом наносишь вот это вот потом после этого? можно кистью но вообще длина мощной с перчатка работаем всегда осветляющий порошок оксидантом доносим на 35 минут дальше смываем и наносим нейтрализующий какой-нибудь оттенок на 10 минут и смываем и все и вы красавчик сегодня у нас такой день хорошее настроение солнце и все бесплатно ирина молодец